Всем привет! Вы на канале Роботоп. Прогресс он движет нашу с вами лень. Чтобы не ходить пешком, человек постоянно придумывает новые транспортные средства. Это 10 самых невероятных средств передвижения, которые заставят по-новому взглянуть на возможности человеческой фантазии. В любом случае выглядят они необычно, и как минимум уже поэтому заслуживают вашего внимания. Начинаем! Как вы знаете, мир криптовалюты развивается очень быстро. Я и сам начал интересоваться криптовалютой, и недавно нашел очень полезный канал. Там есть все, что вам нужно знать о технологиях блокчейна и криптовалюты. Этот парень говорит правду о самых новых проектах, о самых известных криптовалютах, таких как Ethereum или Bitcoin. Подписывайтесь на его канал и следите вместе со мной за самыми интересными новостями. Ссылка в описании. Вандерхоу Венес. Трицикл в стиле винтаж, что предоставит невероятные эмоции. Трехколесный Венес имеет карбоновый кузов и алюминиевые шасси, так что его масса всего 623 килограмма. Укомплектован 1,4-литровым турбомотором мощностью 200 л.с., который сочетается с шестиступенчатым автоматом. Новинка способна ускоряться до сотни менее чем за 5 секунд. Максимальная скорость 210 км в час. У покупателей на выбор есть три цвета, белый, серый или черный, а цена в районе 30 тысяч долларов. Также трицикл оснащен спортивными тормозными механизмами, сиденьями с подогревом и стереосистемой с Bluetooth. В задней части даже есть небольшой багажник, но его объем всего 75 литров. Эфолди. Это гениальное изобретение, что способно превращаться в три разных предмета. Будучи обычным электроскутером, он способен превращаться в удобный стул, или очень удобный чемодан. Благодаря наличию USB портов, от батареи вы можете дозаряжать любые свои устройства. Складывается и разворачивается за считанные секунды, а весит Эфолди всего 17 килограммов. Аккумуляторная батарея, что входит в стандартную комплектацию, может доставить вас на расстояние до 22 километров. Рама изготовлена из прочного металла, так что ему не страшна нагрузка даже до 150 килограммов. Большим плюсом для путешественников будет именно функция чемодана, которая особенно пригодится в метро или в самолетах. Электрический вездеход МТТ-136. Выглядит как нечто среднее между снегоходом или собачьей упряжкой. Эта электрическая машина разработанная Ивоном Мордельным, является очень универсальным устройством. В зависимости от выбранной батарейной установки, электрические сани имеют дистанцию поездки от 45 до 220 километров, весит около 127 килограммов, и могут развивать скорость до 40 километров в час на открытой ровной местности. Низкий центр тяжести, обильное количество крутящего момента, и 345-сантиметровая модульная гусеничная система, дает саням универсальность схожую со швейцарским армейским ножом, только в значительно большем корпусе. Вездеход приспособлен для перевозки различного вида груза и пассажиров, установку различного типа навесного оборудования и прицепов. Электрические сани достаточно легко преодолевают любые поверхности ландшафта, снег и грязь, траву, мелкие речушки и прочее. Единственный его недостаток в том, что из-за приземистой формы открытого верха, водителю скорее всего придется иметь дело с летящими ему в лицо снегом и грязью. Стендап Варибайк Компания Варибайк с 2011 разрабатывает велосипеды, педали которых можно крутить с помощью дополнительного ручного привода. По мнению конструкторов, такая система позволяет эффективнее проводить тренировки. В этом случае при езде задействуется большее количество мышц. Недавно руки создателей добрались и до самоката. Стендап Варибайк – это гибрид, позволяющий не только отталкиваться от земли ногой, но и приводить в движение переднее колесо, вращая руками специальные ручки. Кстати, есть несколько режимов имитирующих греблю или лыжный спорт. Вот такой фитнес. Процесс катания выглядит необычно и забавно, а вы в свою очередь тренируете и ноги и руки. Цена такого чуда-агрегата – 1300 евро. На рынок вышел электрический скейтборд вездеход 3К1 от компании Flux Design. Наверняка некоторые любители экстрима уже задумывались, неплохо было бы прокатиться на скейте по бездорожью. Такое невероятное чудо может кататься почти по любой местности. Эта доска выглядит как странный межпланетный луноход, однако она явно предназначена для того, чтобы на ней катался человек. Питается скейтборд от расположенного сзади пятисильного электродвигателя. Благодаря гусенице контакт с поверхностью увеличен, что позволяет ей передвигаться по мягкому рельефу, которым давно бы застряли обычные колеса. Тут есть дистанционное управление. Доска достигает скорости более 32 км в час, а в повороты можно входить как с помощью наклона тела, так и с помощью съемного руля. Крепление улучшает сцепление ног с доской, а задняя направляющая помогает инициировать резкие повороты. Разработчики утверждают, что доска будет способна взбираться на уклон до 50%. Дальность пробега на одном заряде составляет от 13 до 24 км, в зависимости от поверхности по которой передвигаться. Автомобиль-бассейн. Карпун-девиль. Это настоящий Кадиллак. Он действительно на ходу. И внутри него действительно находится бассейн. Кажется перед нами революция в области комфорта передвижения. Эту машину построили на базе Кадиллак-девиль 1969 года. Как говорят разработчики, если вы никогда не сидели в теплом бассейне, одновременно наблюдая как мир проносится мимо, считайте вы и не жили. Для того, чтобы наполненный автомобиль выдерживал огромную массу, его рама была значительно усилена. Салон был полностью герметизирован. Подогревается вода с помощью теплообменника, использующего жар от выхлопных газов. А еще, они поставили мировой рекорд скорости для ванны. Без шуток, их автомобиль занесен в книгу рекордов Гиннеса. Чтобы скользить на доске по воде, теперь не обязательно ждать хорошего ветра, искать подходящие волны или катер для буксировки. Шведская компания Radeon выпустила новый электрический джетборд GX-2, который развивает скорость 58 км в час. Но всю прелесть этой штуки портит заоблачная цена. Целых 10 тысяч евро. Батареи хватает, чтобы покататься с максимальной скоростью около 25 минут. Разрядившийся аккумулятор можно поменять на запасной, если конечно вы готовы выложить за него еще почти 3000 евро. Radeon GX-2 снабдили продвинутой электроникой. В частности это гироскоп и акселерометр, трекер и модуль сим-карты. Компания предлагает приложение. С помощью которого можно следить за техническим состоянием. Также эти данные можно отправлять в сервис-центр, для диагностики и своевременного обслуживания. В будущем производитель намерен оснащать доску дополнительным подводным крылом. Оно обеспечит совсем иной уровень движения, и доска сможет полностью подниматься надводной гладью. Близзвилл. Это очень необычное, и наверняка самое портативное электрическое средство передвижения. Кататься на такой штуке очень весело. Устройство довольно быстрое, это лучший способ легко путешествовать на короткие и средние расстояния. Максимальная скорость 24 км в час, а каждое колесо весит 3 кг. В сложенном состоянии толщина устройства составляет 7,8 см. Близзвилл очень прост в эксплуатации, достаточно его разложить и пристегнуть ремни. Управление скоростью осуществляется с помощью контроллера на пальцах. Вы можете следить за скоростью и расстоянием, а также за оставшимся зарядом. Розничная цена составляет 999 долларов. Норвежская фирма L-Pedal намерена вывести на рынок очень необычное транспортное средство под названием Potbike. Это веломобиль с рядом уникальных особенностей. Педали напрямую подключены к генератору. Когда водитель крутит педали, энергия от них электрически передается к паре моторов. Кроме того, дополнительная энергия поступает от съемного блока аккумуляторов. Максимальная скорость составляет 25 км в час. Веломобиль сможет проехать примерно 60 км на одном заряде. В коммерческом варианте машина будет весить 40-50 кг с одной батареей. Главная фишка – это обтекаемый купол. Он защитит от осадков и ветра, а также улучшит аэродинамику. Транспортное средство сможет перевозить одного взрослого человека. Позади которого останется достаточно пространства для ребенка или поклажи. В случае начала коммерческой реализации, цена новинки составит 4600 евро. Если понравилось, жмите на лайк. Буду сильно благодарен всем, кто нажмет на колокольчик. Так вы будете в курсе всех новинок на канале. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok